Борис Борисович Гребенчаков В небе прозрачная тишь И все есть и ясно Времени нет Значит мы больше не ждем И все ему Сердце возносится ястребом Чтобы благословить Горящую землю дождем Таких бесконечных цветов Со мной еще не было И за горизонтом вплотную К нему подойдет Видишь, что руки пусты И ловить было некого И никогда не было Небо, 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 небо Цвета дождя Борис Борисович, здравствуйте Чудотворные иконы и удивительный мир алкоголя Эти вещи как-то повлияли на вас в жизни? Ну я не знаю, как на человека может повлиять алкоголь Разве что лишить его возможности что-либо делать По-человечески Но в качестве средства, которое позволяет прийти в себя после концерта Да, я очень хорошо к этому отношусь Просто нас удивило, как такие вещи вообще стоят рядом Ведь многие, и как вы вообще об этом говорите прямо Потому что многие ведь скрывают, например, свое пристрастие к алкоголю Очень много фарисеев в мире Очень много людей, которые врут Борис Борисович, белорусская пресса вас любит Очень много статей, я не доволен похвальных А как российская пресса относится к вам? Журналистам в России Не всегда можно доверять Потому что они по определению Своей работы проплачены Как можно доверять проплаченному человеку? Поэтому меня не волнует, что про меня говорят Я пишу то, что я пишу И никогда ни в советские времена, ни теперь Не считал нужным зависеть Или обращать внимание на то, что про меня пишут Борис Борисович, известные для России имена и уже в Белоруссии Пелевин и Аксенов Сейчас их причисляют все активнее к классикам Как вы считаете, это правильно? Я надеюсь все-таки, что Пелевин и Аксенов Все-таки никак не являются русской классикой Тем более Генис и Вайль Но мы не зря спросили про Пелевина Потому что вы как-то в своих мемуарах упомянули И поставили рядом с Булгаковым фамилию Пелевин Нет, 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 упаси Господи Я упоминаю Витю Пелевину только потому, что я С большой любовью отношусь к нему и к его книгам Но давайте с включением его в большую русскую литературу Подождем лет 200 Ну 100, по крайней мере Давайте нам прилично умереть Прежде чем нас покрывать бронзой Тогда что вы считаете достоинством книги Для того, чтобы как минимум она попала в разряд классических классик Объясню У композитора Генделя в Дублине была премьера его великой оратории Мессия И после премьеры оратории кто-то из его знакомых подошел к нему и сказал Вы прекрасно развлекли всех нас Генделя наобучился, сказал Моей целью не было вас развлечь Моей целью было сделать вас лучше Вот книга, которая может сделать нас лучше Когда мы ее прочитаем Это признак хорошей литературы Поэтому большая часть современной литературы Не относится к хорошей литературе Но мы знаем, что о главном не пишут в газетах И о главном молчит телеграф И может быть город назывался Мальпасо Может быть Патрёнин-Пасад Но из тех, кто попадал туда Еще никто не возвращался назад Так что нет причин плакать Нет повода для грустных дум Теперь нас может спасти только сердце Потому что нас уже не спас А сердцу нужны небо и корни Оно не может жить в пустоте Как сказал один мальчик, случайно бывший при этом Отныне все мы будем не тем Борис Борисович, если вы заметили При везде в Могилев Это теперь не просто город А культурная столица СНГ Наверное, у нас очень много культуры А по вашему мнению Как определяется культурная столица И вообще культура общества По каким критериям? Я боюсь, что Все-таки вы обращаетесь не по адресу Потому что я все-таки не философ И не мыслитель Но я напомню, что слово культура Идет, в общем-то, из биологии Вспомните, что такое культура в биологии Среда обитания Которая способствует жизни Чего тут какая-то культура Жизнь в этой среде Я думаю, что культура Это та среда, в которой живут души людей Этой культуры И, соответственно, если культура Жизнеспособная, правильная То в этой культуре вырастают Люди, с которыми хочется общаться Они не обязаны быть интеллигентными Или образованными Или просто умными Но они должны быть порядочными Они должны быть настоящими Они должны быть людьми Общение которых радует сердце Если культура выращивает В культуре вырастают такие люди Тогда культура вполне жизнеспособна Если культура больная Тогда есть проблемы Морис Борисович, вы часто в своих мемуарах Опять-таки упоминаете О культе личности О том, что вам, может быть, даже Понравилось жить при Хрущеве Посмотрим на дело немножко шире Хрущеву повезло Хрущев правил России В 60-е годы 60-е годы по всей земле Были временем цветения Были временем весны И поэтому мне страшно повезло Потому что Ребенок может расти и в гитлеровской Германии И первые 5-6-7 лет Ему будет все по кайфу Потому что, ну, счастье вокруг Он может не замечать Я ничего не замечал, естественно У меня не было ссоры С Советским Союзом в то время никакой А поскольку на беззаботность Детского существования Наложилась вот эта весна всего человечества Я считаю, что я жил в святое время Время потрясающее Время, когда рай спустился на землю И это дало мне хорошую закалку Тогда кто эти деятели? Деятели – это ручка на унитазе Все То есть то, что происходит вокруг Нельзя увязывать или привязывать К деятельности определенного какого-то человека То ли политика Не, ну, безусловно, понимаете Любой правитель имеет какое-то влияние На жизнь страны Он может сделать ее лучше или хуже Но он не может сделать ее качественно Если вы посмотрите на то, как развивались события Хотя бы даже в Европе То удивительное совпадение того, что в России был фашизм В Германии был фашизм В Италии был фашизм И в Испании был фашизм И везде, в общем, все приблизительно в одну сторону Клонилась Значит, наверное, есть какое-то общее течение Которое в разных странах просто называется разными буквами Но суть одна и та же И в 60-е годы то же самое У нас было одно В Англии было другое В Америке было третье Во Франции было четвертое Но суть все равно была одна и та же Поэтому Вода одна Она течет по разным руслам Но она одна Вот вода – это время Время течет по руслу Каждого отдельного государства Считать, что один правитель может что-то изменить Но это значит Боюсь, что неверно оценивать ситуацию в мире Хорошо, Борис Борисович Тогда тот период, в котором мы сейчас живем мы Как бы вы охарактеризовали его? А я не стану охарактеризовать Пусть он сначала пройдет А потом пусть кто-нибудь его характеризует Знаете, о современном О том, что происходит сейчас Говорить всегда немного претенциусно Борис Борисович, а что нового появилось в вашей жизни Спустя 40 лет после того, как вышел первый альбом? Минципиально не появлялось Даже интернет, который изменил жизнь всего человечества Все равно как бы я его ждал Когда я был еще в первом классе Я ждал, что он появится Было понятно, что ему есть место Что он мне нужен Я его дождался Часы на башне давно били полдень Какого-то прошедшего дня Капитан Воронин жрал травину И задумчиво смотрел вокруг Он знал, что все видят отражения в стекле Все слышат неестественные стук Но люди верили ему, как отцу Они знали, кто все должен решить Он был известен как тот, кто никогда не спешил Когда некуда больше спешить Борис Борисович, говоря о личной жизни Не могу упомянуть о ваших внуках Мы знаем, что их двое Вы как-то с ними общаетесь, встречаетесь? Я смотрю на их фотографии, которые мне присылают их родители И радуюсь Не общаетесь? Я бываю в городе 3-4 дня в месяц Мои внуки живут даже не в Москве, а в Петербурге Одна, вернее, внучка живет в Петербурге, но далеко А внук живет под Москвой В Москве бывают 2 или 3 дня в месяц Несколько таких блиц-вопросов и, соответственно, блиц-ответов Что приносит радость сегодня Борису Гребенщикову? Музыка, общение с людьми Возможность играть для людей Возможность воспринимать искусство И более того, жизнь Но ведь в вашей жизни еще и много религии В каждом человеке есть, скажем так, божественная суть Суть жизни просто в том, чтобы через то, что ты делаешь, эту суть раскрыть Многие задаются вопросом, как в таком случае прийти к Богу Сначала от Него уйти, а пока этого никому не удавалось От Бога уйти невозможно Бог в каждом из вас И в вас, и в вас, и в вас, дорогие люди Ведь многие теряют смысл жизни в таком случае Хорошо, я могу сказать, что вам делать Бросьте Бросьте все это Возьмите долгосрочный отпуск Возьмите бессрочный отпуск Плюньте на все Продайте все, что у вас есть, ненужное вам И отправляйтесь путешествовать Я вас уверяю, когда вы вернетесь через год, объехав всю землю Вы вернетесь с совершенно другой перспективой Вы будете видеть этот город Своих соплеменников по-другому Борис Борисович, завершая, отчего все-таки все беды у человека И отчего все радости Беды от этого, радости от этого Спасибо за беседу Вам желаем по традиции творческих успехов и свершений Надеюсь, что мы еще увидим и услышим не один альбом в вашем исполнении Павелон Павелон Не власть над тобой Павелон Не власть над тобой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!